Здравствуйте! Добро пожаловать в мою нарнию, в гардеробную. Я хочу показать два образа, ну и как я вообще собираюсь, какая у меня идея и как я выбираю вещи. Сейчас хочу чуть-чуть показать свой гардероб. Я не могу сказать, что я какая-то фаната и постоянно что-то покупаю. У меня, скорее всего, другая проблема. Если мне что-то понравилось, то я влезаю в эту вещь и готова ходить в ней просто каждый день. Сегодня меня пригласили, точнее, пригласили меня давно. Сегодня я иду на день рождения, к одной я актрисе. И мне нужно выбрать наряд. Вот я сейчас буду думать, что же это будет. Я вещи обычно вывешиваю по цвету, потому что у меня есть настроение. Хочу что-то зелёное. И я знаю, вот зелёненькое у меня здесь. Или я хочу чёрное. Чёрное у меня здесь. И вот в данном случае здесь у меня такие более лёгкие вещи. Это блузы, рубашечки различные. И вот если нужно что-нибудь такое лёгкое, то это у меня здесь. А вот здесь у меня тоже по цветам, потому что, ещё раз говорю, я всегда в первую очередь сначала на цвет ориентируюсь, а потом уже выбираю наряд. И здесь тоже по цветам, например, что-то синенькое, что-то зелёненькое, что-то там серо-розовое, чёрное. А дальше уже платья, кардиганы, то, что-то очень длинные, поэтому они у меня вот тут отдельно висят. Определилась с цветом, потом я думаю, какой я хочу быть сегодня. Более строгой, что-то такое типа классической или агрессивно-сексуальной, может быть, очень такой уютной, мягкой, душевной девушкой. И всё опять же будет зависеть от того, куда я иду, какое у меня сейчас настроение. И вот сейчас я как раз буду думать, какой же я хочу сегодня быть на этой вечеринке. Так, у меня есть красивые сапоги, я бы очень хотела пойти в них. Значит, мне нужна, скорее всего, юбка. Вот эта у меня юбка тоже новенькая. У меня бренды разные. Есть то, что я покупаю на Валборис, есть, конечно же, наших российских дизайнеров. Я их очень люблю, поэтому у меня чуть ли не через вещь, это всё наши российские дизайнеры. И вот у меня есть новая юбка, это сёстры Мамутины. И как раз недавно я купила новую блузку. Такую вот зелёненькую. Она мне так нравится. Не которая анималистичная, а вот эта вот. Очень красивая. Такая она немножко даже, знаете, китайская. Вот, и с этой юбкой, и с моими сапогами, мне кажется, это будет, ну, прям очень красиво. Но надо померить и посмотреть. Знаете, сложнее всего составлять новый образ, который ещё вы не пробовали. То, что уже отработано, вы уже сделали, вы знаете, что это красиво. И, как правило, тогда подборка одежды, процесс очень быстрый и комфортный. Но как только что-то новенькое, вы не знаете, что с чем сочетать, то тогда это занимает время. Так, ну, в общем-то, вот так вот. Сапожки. Так. Это пока я тестирую, поэтому пока без колготок. Первый вариант. Мне кажется, что очень хорошо. Единственное, что я вот думаю, не замёрзла ли я. Потому что эта шёлковая блуза, она очень тонкая. Как вам? Коричневая сумочка под цвет моих волос. И хочу красные, чтобы было по контрастам. Мои любимые серёжки. Они у меня просто универсальные. Я их могу надеть практически от любого одежды. Это так гудо. И они всегда дают такое очень хорошее контрастное сочетание. Фактически любые цветом. Вот что значит подбирать своё цветоколоритие. Что касается макияжа, то я использую бронзер. Немножко, чтобы подтеплить лицо. И шею обязательно, и декольте. И совсем немножко накрашу губы. Учитывая, что я планирую там кушать, то, конечно, акцент делать на губы я не буду. Сейчас я чуть-чуть. Ну, такая не тёплая, не холодная помада. Но этого мне будет как раз достаточно. Так, первый образ готов. Ещё один образ. Кожаные брюки. Такая вот блестящая маечка. И платье. Платье, которое как раз можно носить и с брюками, так и платье кардиган. Сапожки эти же. Так как брюки у меня узкие, то они прекрасно. Сюда влезают. И смотрится это хорошо. Так. И тоже я не так давно купила вот это платье. Платье-трансформер. Можно одевать так, чтобы спереди оно застёгивалось. Здесь вот так вот перекручивается два раза. и завязывается на талии. Вот таким вот образом. А ещё можно, чтобы вот этот разрез был сзади. И так, и так смотрится очень эффектно. Так. Так. Такое вот платье-кимоно. И когда я хожу, здесь вот так вот раскрываются ноги. И смотрится тоже очень красиво. Более драматичный образ. Такой сексуальный. Драма. Да. Да, конечно, хочется серёжки другие. Такой вот крест. А с другой стороны сердце. Асимметричный. Тоже серебристый. Так же, как и пайетки на блузе. Вот у меня сейчас микрофончик. Вот. А сумка, самое что интересное, куда подходит опять же коричневая. Почему? А потому что она мне подходит под волосы. Здесь есть детали. И детали эти серебристые. Как раз у меня получается, что на сапогах есть серебристые цепочки. Украшения, пайетки и на сумке. Поэтому по цвету получается очень хорошо. Всё дополняет, если говорить про серебро. А если мы говорим про цветовую композицию, то у меня здесь получается коричневый цвет. Подход к волосам. Но в то же время на контрасте делает цвет одежды более насыщенный. Потому что этот холодный, а этот теплый. Вот. Также немного перекликается по цвету с моими часами, с ногтями. Поэтому видите, композиция тоже очень хорошо выдержана. Так. Что скажете? Такой вариант вам больше нравится. Спасибо.